Принципиальное противоречие между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена. Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем. Весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений. Вдумайтесь, более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Единственное, спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом, поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять с ним все более предметный интерес. Да и Китай серьезно рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Значительный блок выступлений президента был посвящен теме коронавируса. Эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество. Наша страна в борьбе с пандемией пошла своим путем, в то время как многие страны такой подход критиковали и осуждали. А сегодня белорусскую тактику признают и хвалят. Очевидно, почему в мире безработица, банкротство, по-прежнему закрытые границы и массовые протесты против карантинных ограничений. Основной вывод. Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный колечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых опробированных методик лечения. На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале? Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, уже сегодня меня на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого беларуса. Дать понять. Остановимся. Изолируем людей, погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Конечно, не все было гладко. В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное, адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно. Президент ежедневно, утром и вечером, принимал доклады штабов и координировал всю работу правительства и регионов. Особую роль при этом сыграли молодцы губернаторы. Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени. Но без хаоса, паники. Каждый знал, что ему делать, где ему делать и в какое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова